Я полностью согласен с Андреем, собственно, об этом тоже хотел говорить, о том, что мы отличаемся действительно тем, что мы говорим об этих людях, и в России действительно об этом никто не говорит, в том числе и о тех двух солдатах, которых освободили, ведь на самом деле они действительно никому не нужны. И я бы тут не стал, конечно, нужно, чем больше обменного фонда, как говорят, тем лучше, это понятно, но вы же прекрасно понимаете, что Савченко освободили не потому, что надо было вернуть на родину двух солдат, они действительно никому не нужны. А вот этот процедент? Они, это механизм, это просто надо было показать Путину, показать в России, почему он это сделал, да, ну сейчас вот то, что я читаю последние два дня, вот мы вернули двух парней наших, пишут там в России, хотя на самом деле никому они действительно не нужны. А это, конечно, результат только международного давления, действительно, давайте прямо говорить в лицо, это нормандская четверка, это действительно, это, вот посажали, почему Савченко? Я согласен в какой-то степени, потому что женщина, знаете, вот ее, все, что они писали, кто читал в международной прессе, имею в виду в англоязычной, в американской прессе, ведь это действительно для них такая, ну, для нас это, конечно, говорить может быть и нехорошо, но это кинематографическая история. Она, помните, писали, солдат Джейн, да, был фильм такой, то есть она для людей, это, она, да, действительно, это было, ей было жалко всем, вот всему миру. И поэтому, действительно, многие международные лидеры включились в эту борьбу, и нормандская четверка в конце концов стала решающей, поверьте мне, это правда. И теперь следующий вопрос, да, что сделать для того, чтобы такое же международное давление было по поводу всех остальных людей, работать, выйти депутаты, работайте, но не в России, это, поверьте, это бесполезно, работайте на Западе, работайте в ПАСЕ, вот я знаю депутаты в ПАСЕ есть, работайте с дипломатами международными, потому что только таким образом, оказав давление и дав понять российской стороне о том, что им выгоднее и проще их отпустить, чем держать у себя и слушать постоянные вот эти разговоры на переговорах, и постоянно этот вопрос, который поднимается, проще отпустить. Вот только в этом случае наши люди могут выйти.